Способ хорош тем, что в нём, в общем, в некотором смысле, не будет включений. То есть всё-таки вот эти страшные проблемы с тем, что кучу случаев тривиальных рассматривать, а там не будет. Это способ последовательностей, сходящихся в себя. Так вот, дорогие мои, значит, во-первых, что такое последовательность? Очень просто. Последовательность – это отображение из множества натуральных чисел в какое-то такое множество. То есть, проще говоря, что-то через запятую. Но можно представить себе последовательность слонушек, когда здесь будут слоны. Можно представить себе последовательность натуральных чисел. Можно себе представить последовательность рациональных чисел. Так вот, нас будет интересовать именно последовательность рациональных чисел. Всех? А? Всех? Нет. Не всех. Какая это? Всех. Ну и много бывает разных. Пример последовательности. Один, одна вторая, одна треть, одна четвертая, одна пятая. А теперь очень важная вещь. Что такое предел последовательности? Кстати, это уже имеет отношение не к основанию чисел, а просто важнейшее методическое понятие. Поэтому с этим надо обязательно разобраться. Так вот, число Х является пределом последовательности А именно в том и только в том случае, когда вот эту фразу, господа, надо осознать. Учить ее внизу бессмысленно, но рано или поздно, довольно рано даже, вы ее запомните. Для любого Эписола больше нуля. Существует такое натуральное число Х, что для любого натурального числа Н верно следующее движение. Если Н больше чем Х, то в таком случае АН минус Х меньше Эписола. То есть, что значит надо делать? Надо отречить от Х влево на Эпсилон. То есть, что значит надо делать? Влево и вправо на Эпсилон. И взять вот такой вот открытый этап. Понятно? Называется окрестность точки Х. Влево-вправо отошли на Эпсилон. Здесь написано, есть такая коротенькая книжечка на эту тему, где предлагаются не очень математические, но ярко запоминающиеся слова. Вот если такая штука верна, то говорят, что этот интервалчик является ловушкой для последовательности. В чем идея? Ну, я не знаю, может быть, знаете, есть такие ловчие ямы. То есть, просто вырывают яму, сверх ее закладывают травкой или там чем-нибудь. Животное крупное идет, проваливается и все. Ну и не может... Понятно, да? То есть последовательность здесь заканчивается? Она не заканчивается. Она просто с какого-то момента вся там. Поняли? С какого-то момента она вся там. То есть, смотрите, здесь написано, есть такое число Х. Существует такое число Х. Я... Мне совершенно неинтересно, что первое камень у своих членов делать. Они могут быть где-то далеко, неважно. Они могут быть там же, в этом интервальчике. Но! Начиная с какого члена, вся последовательность в этом интервальчике. Поняли? Это ловушка. А вот дальше, что здесь написано? Для любого репсила больше. Это значит, что когда я возьму здесь интервальчик поменьше, он тоже будет ловушен. Может быть, с другого номера начинаем. Понятная идея? И таким образом мы получаем значительную вещь. Называется определение предела. Так. Все понимают, почему, что у последовательности не может быть два предела? Да. Не очень много. Два. Два разных предела. Понятно почему. Потому что, если у вас есть два разных предела, то вы можете взять такое маленькое число эписл, чтобы эти окрестности не пересекались. Ну, например, взять этот отрезок и разделить его на, не знаю, две части или на три части, как хотите. И маленькие-маленькие части. И с какого-то момента последовательность должна быть и тут, все ее члены начинают с некоторого места. И она же должна быть здесь. Все ее члены начинают с некоторого места. Понятно? Такого не бывает. Невозможно давать такое определение, если вы хотите получить последовательность, стремящуюся к иррациональному числу. Вот берете приближение числа корня из двух, и вы обнаруживаете, что в рациональных числах предела нет. И поэтому, если вас интересует последовательность, и вы хотите, чтобы она сходилась к иррациональному числу, то ничего не сработает. И вот тут-то и есть замечательное поле. Оказывается, можно дать определение предела без предела. Без числа икс. Смотрите. Берем последовательность. А1, А2, А3 и так далее, и так далее, и так далее. И пишем. Замечательную вещь. Для любого эпсила больше нуля существует k. Такое неправильное число. Что? Для любого n и для любого m. Знаете, есть же два числа. А дальше, наверное, мы догадались. Если n больше или равно k, и m больше или равно k, то из-за этого что должно следовать? Что значит последовательность сходится в себе? Они близки. Как это написать, что они близки? А1 и А1. Меньше эпсил. Меньше эпсил, конечно. Ребята, берем какую-нибудь эпсилу. Скажем одну сотую. С какого-то момента любые два члена последует вести. Друг от дружки меньше, чем на одну сотую. Не обязательно с соседними номерами. Любые два с достаточно большими номерами. Потом берете одну тысячную. Они с какого-то момента меньше одной тысячи. И, господа, вот именно это определение позволяет красиво и понятно определить вещественное число. Потому что вы просто говорите, что вещественное число – это класс эквивалентности, последовательностей, сходящихся в себе. Так, только вопрос, а в каком случае две последовательности эквивалентны? Это очень просто. Если у нас есть такая последовательность и вот такая, В1, В2, В3, В2. Можно взять разность любых двух, но в каждом столбце. И вот если полученная последовательность стремится к нулю, то называем их две эквивалентные. Понятно? Стремление к нулю. Стремление к нулю. Для любого описано больше нуля. Начиная с некоторого места, члены процентности по модулю меньшая эквивалентность. Называется процентность имеющая эквивалентность. На этом давайте попробуем. Я прекрасно понимаю, что об этом нужно говорить долго. Нужно рассказывать примеры, ну и все такое. И это мы обязательно сделаем. И еще все-таки сегодняшнее занятие было самым абстрактным и самым бесполезным за все время. Ну то есть понятно, да? Мы сегодня занимались, ну как бы, ну, объяснением того, как можно строго построить, да? Дело в том, что у большинства из вас вообще нет сомнений, что исчезнет сейчас существует. Спасибо.